Такие классические виды фитнеса, как тренажерный зал, бег и плавание, многим кажутся скучными. Кто-то ходит в зал, но все равно постоянно находится в поиске активного развлечения на свободные дни. Верховую езду нельзя назвать фитнесом в классическом понимании этого слова. Верховая езда – это серьезная физическая нагрузка для всего тела. Приведем несколько причин, почему вам нужны уроки верховой езды в кочевнике 0.8. Осанка. Для того, чтобы поддерживать идеальную осанку, работают мышцы спины, а также живота и бедер. Мышцы бедер включаются в статодинамический режим, когда часть напряжена и неподвижна, а часть сокращается и напрягается. Работа мускулатуры на животе и спине будет статической, им необходимо удерживать позвоночник прямо от шеи до копчика. Навык сохранения правильной осанки приходит естественным образом. Если посмотреть на профессионального наездника, когда он находится не в седле, то сразу же бросится в глаза статность, втянутый живот, расправленные плечи, приподнятый подбородок. Особенно ощутимая польза верховой езды проявится для детей. Их осанка только формируется, они сохранят навык на всю жизнь. 2. Укрепление мускулатуры. Часто в качестве идеальной тренировки мускулатуры без нагрузки на суставы приводится плавание. Многие не знают, что к конному спорту это тоже относится. На занятиях происходит эффективное укрепление кора, которого нельзя достичь стандартными динамическими упражнениями. Нагрузки достанутся брюшному прессу, ягодицам, квадрицепсам, икрам, а также приводящим мышцам бедер, которые находятся на внутренней поверхности и являются проблемной зоной для многих девушек. 3. Избавление от стресса. Даже после непродолжительного катания верхом люди ощущают себя иначе, в них больше нет тревожности, мысли спокойно текут своим чередом, присутствует приятная расслабленность. Причина в том, что они избавились от накопленного стресса. 4. Лошадей называют умными животными, потому что они умеют испытывать эмоции и выражать их. У них, как и у людей, есть разные темпераменты и переменчивое настроение. Опыт взаимодействия с животным больше и сильнее себя самого будет полезным для человека. 5. Воздействие обусловлено и тактильным контактом. Ты постоянно ощущаешь тепло живого существа, чувствуешь ритм, который отбивает сердце огромного животного. За счет всего этого происходит выравнивание эмоционального фона. Спокойствие переносится в обычную жизнь, все бытовые стрессы становятся менее значимыми. 4. Повышение концентрации внимания. Ценный навык, который всегда пригодится, приходит вместе со скоростью реакции. Находясь в седле, нужно постоянно поддерживать равновесие, замечать все объекты вокруг и быстро реагировать на внешние обстоятельства, всадник задействует свое тело, чтобы передать лошади команду к действию. Все команды невербальны – направить уздечку вправо или влево, отклониться вперед или назад, приподняться на стременах. Для того, чтобы дать такую команду, нужно владеть своим телом, чтобы дать ее вовремя, обладать быстрой реакцией и высокой концентрацией внимания. Все это и еще немного больше вы можете получить, записавшись на уроки верховой езды в кочевник. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok